Сегодня мне и моим друзьям предстоит купить машину за 15 минут. После покупки ташки и по завершению времени мы сразимся в трех испытаниях. Гонка через всю карту, фронт-гонка и кольцевая гонка вокруг города. Но есть правила, нарушать которые нельзя. Помимо 15 минут на поиск ташки, наш бюджет ограничен и составляет 10 миллионов рублей. Именно на эту сумму денег мы должны купить любую спортивную машину. Нарушив хотя бы одно правило, участник дисквалифицируется со всех испытаний. Гонщик, набравши наибольшее количество очков, побеждает и забирает главный приз, а именно 30 тысяч рублей донатом. Друзья, всем огромный привет, с вами как всегда Олег Кофе и добро пожаловать на новое видео. Наши экстремальные испытания продолжаются и сегодня серия получилась очень эпичной, именно поэтому досматривайте до конца. Вам, ребята, я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, а также на мою телегу, ссылка находится в описании. И да, совсем скоро вас ждет много всего интересного в моей телеге, так что ссылочка в описании. Ну что ж, я думаю, мы готовы начать, погнали. Ну что ж, парни, вы все прекрасно знаете правила нашей сегодняшней игры, 10 миллионов у каждого на руках, всего лишь 15 минут на покупку машину. И если вы готовы начать, то давайте приступать. Заряжены или не заряжены? Да! Ну что ж, раз уж все готовы, то давайте начинаем. Ну что, ребят, план действия на сегодняшний день максимально простой. Раз уж у нас сегодня 10 лямов на руках, бюджеты растут, то есть, соответственно, тачки должны быть сегодня явно круче, чем они бывают обычно. Именно поэтому прямо сейчас мы с вами летим в сторону БУ рынка высокого класса. Ведь именно там продаются тачки, которые мы сегодня можем себе позволить. И самое главное, доехать туда первее остальных, потому что машин-то немного с нашим бюджетом-то таких продаются, да? Поэтому надо опередить всех остальных. Поэтому главная задача сейчас просто тапочку в пол нажимать, лететь до БУ рынка и просто урывать самую крутую машину, которая может продаваться прямо сейчас на этом рынке. Так что я надеюсь, что у нас с вами все идеально сегодня получится. И мы урвем реально самую крутую тачку. Так, поскольку я могу ехать, мне босс разрешил. В принципе, я могу купить за 10 лямов это просто М5, то есть, такую же, как у меня, и, в принципе, нагинать всех. Потому что это самая нормальная и более-менее быстрая тачка. Поэтому, в принципе, да, там на Порше пытаются догнаться, но спасибо, что мне арабский чип установили. Мам просто полетел. А знаете что? Когда ты первый, значит, ты первый скупаешь все самые крутые тачки. Поэтому мы едем в Латкарина и покупаем сразу же М5. Ну, как нам сказали, надо купить быструю машину. Поэтому мы выдвигаемся на рынок. Вот именно прямо на блошиный рынок. Там сейчас найдем и спойлер, и багажник, и движок. И все будет у нас отлично. Ну, а если по правде говоря, то мы едем на высокий авторынок. Бля! Я выживу! Я гений. Я просто гений. Так, я надеюсь, что меня золотаки вот, ну, действия не откинут. Извините, пожалуйста, честно, не специально. Мне просто нужно приехать быстрее, чем пацаны. Так, мы подъезжаем к БУшечке. Сейчас наша главная задача. Это разными моментами найти себе реально крутую машину. Надеюсь, реально я найду... Ну, М5 было бы супер, потому что М8 покруче вроде найдет. Макларен можно... А, Макларен 16, 15 стоит. Я не понял, каким образом Макс первый приехал, но да ладно. Так, делаем лог 4 и погнали искать машину, подходящую нам по бюджету. С самого начала здесь еще вообще 8 лямов Мерс есть. Да я бы Тайкан, кстати, взял. Это прикольно же. Так, ребят, ну все, мы приехали. Я уже вижу здесь Максима. И тут уже по-любому Артем 100% я приехал последний, потому что машины у них как будто побыстрее будут. Итак, заходим на рынок и давайте смотреть, что у нас... О, смотрите, что это у нас? А, не-не-не-не-не-не-не-не, подожди. Нам нужна, смотрите, нам нужна очень быстрая машина. Это самое главное условие. Вот, пожалуйста, у нас Ешка продается. Это же Ешка или это С класс, подожди. А, это СС-3. А что, СС-3 вообще наваливают, не наваливают? Это, конечно, хороший вопрос. Ну, опять же, давайте... А что, машин много вообще? А что, где все? А где все тачки? Почему на рынке вообще ничего нет? Это как так? Объясните, пожалуйста, а. Вот она. Не смотри мою пятерку, это моя пятерка. Ешка. А что, продашь пятерку? А что, по чем ты хочешь? А сколько она стоит у тебя? Ну, блядь, тебе могу за 6,5 дать нам. А что на ней? Стейдж? Первый, 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 первый. А что, мы еще быстрее тут есть? Ешка, ешка, ешка. Пошли, пошли, ешка. Не, быстрее по разгону и по максималке. Мне Олега кофе обогнать надо. 488 на втором стейджу надо? А сколько она стоит? Ну, за 10, Адам. Так, ну тут машин максимально мало. Но давай глянем. Подожди, я реально думаю, может взять вот эту себе машину. Чисто паршак. И надо глянуть, сколько он едет. Давай за 7 возьму прям ша. Нормально мы сторговали, 700 тысяч просто скинули. Смотри, я не знаю, есть ли там стейдж, но если что, у нас бабки есть. И мы спокойным образом сможем, так, за 7 лямчиков купить. Отлично. Все, спасибо. Так, снять продажи. Да, снять. Все, погнали. Забираем машину, едем, ставим стейдж. И у нас еще останется 500 тысяч. Так, у нас тут МК продается, да? Что еще у нас от Ламбо? Ламбо у нас... 14 лямов продается у нас за Амитадор. Было бы неплохо его купить, но, к сожалению, по бюджету мы не проходим. Гелик продается за 7 лямов. Но это не то, что нам нужно. Продается у нас, ну, конечно, Ешка у нас за 16 лямов продается. Еще одна Ешка за 16 лямов продается. И еще одна. И все. И просто пустой рынок. А где все машины? Что за бред? И что делать? Может, вот эту брать? Не знаю. Ну, она... Ну, я не знаю. А что делать, реально, в такой ситуации? Где все тачки брать? Вообще, что за фигня? Да, ребят, выбора, конечно, просто никакого, понимаете? В этом и заключается вся основная проблема. Ну, я не знаю. А где машины тогда искать? С автосалона, что ли, брать? Поехали. Что нам еще остается делать? Ну, ладно, давайте я пока покатнусь. Ебать, она борзо выглядит, реально. Ух, нихуя! Нихуя! Блядь. Ну, что-то, блядь. Так, сразу. Лимит 1. 315. Ну, разгон. Ну, такой. Ладно, нормальный. Я до сотки понял примерно, какой у нее разгон. Мне надо сейчас 488-ю протестить. Ну, нахуй. Хуя, она вся закатанная. Бля, ну, вот эта борзая мне прям нравится. Она такая, типа, борзая, прям кричит, типа, иди нахуй. Вот, типа, как раз это Олегу, типа, Артему. Как мне кажется, то, что мы выхватили самый адекватный вариант из всех, что там был. Ну, потому что, понял, ну, она выглядит, ну, как, ну, плюс-минус спорткар. Ну, ладно, выглядит она, как просто, типа, ну, машина для ловли, ну, женщин. Вот, вот так вот я скажу. Да, друзья, ситуация максимально грустная. Я, правда, не знаю, что делать. Походу, нам реально придется покупать машину с салона. Я, правда, понятия не имею, какую вообще машину мы будем брать. Вот, учитывая, сколько денег у нас есть, ну, надеюсь, что получится реально найти годную тачку. Ну, я очень, я удивлен, что на рынке высокого класса нету вообще почти тачек. Как такое возможно? Туда в любой день не заедешь, там постоянно куча тачек стоит, а сегодня почему-то их нет. Как такое возможно? Единственный вариант, который у нас остается, это автосалон премиального класса. Поэтому выдвигаемся в его сторону. Надеюсь, там мы сможем что-нибудь себе приметить. Я, по крайней мере, очень следовательно надеюсь. А может быть, реально повезет, получится найти там реально крутую тачку, которая будет наваливать. Так еще и чипанем ее, так она еще и будет ехать быстрее. В общем, едем сейчас туда и надеюсь, там что-то найдем. Сейчас я прокачусь, я приеду. О! Вот это как будто бы быстрее. Нахуй. Эти ведра, ебаня. Вот это как будто бы побыстрее. Ебаня, да, она побыстрее. Слушайте. Это было 315. Лимит 1. 396. Да ну нахуй, я это беру. Так, заезжаем сюда и смотрим, что у нас вообще здесь есть. У нас первый стейдж установлен. И, следовательно, я на второй стейдж могу спокойно прыгнуть. То есть, у меня машина будет на втором стейдже. Это офигенно. Вот так вот, бамс. На последний нам, конечно, уже не хватит. Но, в принципе, как будто бы двух стейджей и хватит. А ну, лимит 1. А ну, лимит 1. И смотрим. 367 километров в час едет наша малышка. Возможно, в моменте я взял её по оверу. Но, в принципе, мы справились быстро. Мы взяли, мне кажется, не самый худший вариант. Так ещё и как будто бы за хорошие деньги. Время у нас есть ещё. Поэтому пойдём её покрасим в какой-нибудь красный цвет. Ну, что ж, давайте ознакомимся с списком сразу. Porsche Cayenne за 10 лямов. Идеально. Всё, берём. Ну, кстати, смотрите. Можем Е63С взять за 5 лямов. А там он продавался за 16 миллионов. Но это другой, да? Это какой-то другой. Ладно, давайте быстренько просто пролистаем весь список автомобилей. Посмотрим, что мы можем вообще позволить купить себе с таким бюджетом. Вот есть цешка, да? Но это не то. Она не будет наваливать так, как другие автомобили. Вот больше всего я переживаю за Максимом. Потому что Максим разбирается во всех тачках. В буквальном смысле здесь. И вот. Идеально. Вот нам вообще было бы круто купить какую-нибудь вот такую Феррари. Но она вылезает из рамок нашего бюджета. Что она стоит 11 лямов. А у нас всего лишь 10. Ну, что, я, короче, её беру. Она быстрее разгоняет. Ну, 999-900. У меня 100 рублей списалось из-за того, что я сдох, блядь. Всё, погнали. Как обычно. Ну, как обычно! Во, вот такой вот бордовый как будто бы кайф будет. Давай вот так вот делаем. Отлично. Машину покрасили. Давай посмотрим, что можно поставить ещё. Всё, выхлоп мне не нужен. У нас гидравлика стоит. Эй, спойлер. Спойлер нельзя. У нас всё остальное просто стоковое, да? Ну, в принципе, да. Больше у нас ничего нового нет. Мы можем купить вот эту Р-8 за 9 лямов. И нам ещё хватит денег на то, чтобы чипануть её на первый стейдж. Как будто бы вариант хороший. Но давайте посмотрим, что есть ещё. Есть ещё Геттер, например. Стоит он 7 лямов. И таким образом нам хватит денег ещё и поставить второй стейдж. Как будто тоже звучит неплохо. Итак, ребят, пролистав весь список до самого конца, я понял одну вещь. Что, скорее всего, лучше Аудио Р-8 мы вряд ли что-то найдём. Поэтому я предлагаю купить эту машину, учитывая то, что у нас с вами осталось не так уж и много времени. Поэтому просто купим её, просто поставим на первый стейдж и будем надеяться на победу. Я думаю, это очень хороший вариант для наших сегодняшних испытаний. Так что остановимся на этой тачке. Всё. Всё, с кайфом. Тебе спасибо большое. Всё, давай, я туда погнал. Давайте. Всем удачки. Я понимаю, что эта машина дешевле стоит. Ну похуй, она на стейдже. Я очень сильно надеюсь на то, что на этой машине у нас с вами есть все шансы на то, чтобы забрать сегодня победу во всех испытаниях. Но наваливает она... Ох ты ж, блин. Ну наваливает она вроде нормально, нет? Ну так, просто по первым ощущениям. Я, по-моему, вообще впервые сейчас катаюсь на Р-8, но вот по первым ощущениям она вроде едет неплохо. Не знаю, что там купили себе парни, но надеюсь, у них машина будет хуже, чем у меня. Реально на это надеюсь. Ну нет, кстати, 300 уже едем. И это только первый стейдж. Как будто очень даже неплохо. Как будто... Даже нет, какой первый стейдж? Это даже без стейджа. Это очень даже неплохо, как будто бы, да? Сейчас мы ещё поставим на первый стейдж, она ещё чуть-чуть бодрее будет ехать. Поэтому я думаю, что у нас реально есть себе шанс сегодня. Но, по крайней мере, я на это надеюсь. Короче, мы полностью готовы. Поэтому ждём пацанов и надираем им жопы. Ну чё, пацаны, поехали к Олегу кофе. На фере! Найс, у меня 3000 осталось. Она, кстати, на стейдже, Найсик. Ебать у неё пробега 10 тысяч. Нормальная ляля. Кайф. Ну и потратили 700 тысяч, чтобы поставить стейдж первого уровня. А теперь давайте пробежим лимит 1 и посмотрим, какая максимал... 363 километра в час у максималка у Р-8. Неплохо. Слушайте, я считаю, это хороший результат. Я думаю, у нас реально есть шанс на победу. Маленький, но есть. Опять же, мы не знаем, что купили парни. Поэтому будем надеяться, что они купили себе реально какое-то фу-фу. И наша Р-8 сегодня одержит победу во всех испытаниях. Но опять же, как говорится, главное не машина, а главное, кто за рулём. Я думаю, мы больше никак не будем модифицировать эту машину. Учитывая тот факт, что у нас с вами осталось всего лишь 300 тысяч рублей. Денег, по сути, больше нет. И толком мы сделать ничего не сможем. Поэтому остановимся на том, что имеем. Поэтому прямо сейчас едем на место встречи и будем ждать парней. Смотри, какие тачки купили себе они. Ну что, парни, время подошло к концу. Я подъезжаю к месту встречи. Можете уже встречаться, он так сказать, да меня? Я уже... Нет, я бы ещё говно взял. Подожди, это Фера? Я правильно? А что ты там взял? О-о-о-о, да. А сколько едет, подожди? Подожди, стой, подожди, 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 подожди. Феррари, да, купил? Феррари, да? За сколько взял? За сколько взял? За сколько взял? На реплику какую-то взял. 9 миллионов 840 на стеже в втором. Где ты их нашёл? Скажи, пожалуйста, где? Там на высоком рынке ничего не было. Олег, я приехал, смотри, на высокий рынок. Там чуваки продают М-5. Я говорю, слушайте, подождите, не продавайте М-5-ю ни Олегу, ни Артёму. Они сказали, базару ноль. Я говорю, мне надо быструю машину, быстрее, чем М-5-ю. Он говорит, у меня у друга есть Фера, давай, он сейчас подъедет, что продажет. Такой, всё, давай ждём. Ну, у меня 8-я, на первом стейдже. У Артёма получается пурщ панамера. У меня панамера, а в втором стейдже 520 едет. Олег, у меня, смотри, тоже СВЭШ-Б, ну, как бы, второй стейдж, что ли. А-а-а-а, даже так, да. Ну, я не знаю, как тебя так везёт постоянно, но вот просто... А, ещё и номера, смотри, просто плотные какие-то. Это я повесил, у меня есть такие просто. Чуть турбин там зале какая-то нормальная вообще, а? Ну, понятно, ну, понятно. Максим, мы просто... Максим, мы не участвовать, мы только с Артёмом будем бадлиться. Чтобы... Ну, ладно, в общем, на тех машинах, которые мы с вами купили прямо сейчас, мы приступаем к нашим трем испытаниям, так что погнали. Ну, чё, мужчины, готовы начать и приступить к нашему трему испытаниям? Это хороший настрой. Итак, ребята, мы приступаем к нашему первому испытанию. Это кольцевая гонка по новой трассе вокруг разомаза. Три круга и первый, кто приезжает и касается этого финиша, тот и побеждает. Ну, чё, раз, два, три. Ого. Опа-па-па. Ого. А почему я такой? Смотри на Максима. Максим купил за 9-давалов. Максимка, а что такое? Самую другую машину купили, я правильно бы её? Пока, плакай, плакай. Мам, подожди, ладно. Тихо, тихо, аккуратно. Ну, что за тайминг? Блин, вот этот поворот логает просто. Что, гг, я просрал. Не догонишь, Павел, не догонишь, не догонишь, не догонишь, не догонишь, не догонишь, не догонишь. Сколько там максималка? Я не знаю, я не смотрел. Лимит 1, пропиши. Да, прямо сейчас ты пропишу, остановлюсь, да, покурю ещё выйду. У меня 400. Ну да. Ну да. Минус, я что догоняю. Тихо, 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 тихо. Ну вот я плохо... Куда ж ты летишь? Куда ты летишь? Дормально вообще? Чао. Не, 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 подожди, 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 я же догоняю. Реально молния Макуин какая-то у нас. Ничего, ничего, ничего. О, я тебя сейчас догоню, Кай. Не догонишь, нет. Молния Макуин. Главное, чтоб не крашнула, главное, чтоб не крашнула, главное, чтоб не крашнула, главное, чтоб не крашнула, главное, чтоб не крашнула. на этом повороте как-то ускоряешься как-то я не понимаю как будто футбольный матч уже смотрит вот чисто ну не топтать газон это что это что там было у тебя ничего все это просто я делаю я торможу я торможу и он мне влево въезжать нормально ваще а плаки плаки посули нет 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 то нет он не может гонка за мне нельзя чтоб она заканчивалась меня говорил не проиграл там был реальный момент такой идиотский это по тормозам даю чтоб нормально заранее поворот войти блоги просто у меня машина не знаю просто называют а форсированный движок последний вы где там соревнуетесь это было реально жесткая битва но к сожалению ну чтож мы готовы приступить к нашего второго состязания и это оффроуд гонка все вы наверняка помните правила на на всякий случай напомним мы должны проехать два круга вокруг всего этого озера по проселочной дороги там я вижу пацаны вот эти артём аля часа регида установлен на да а у меня то этого нет но готовы да раз два три я боюсь просто ну что с машины управляемость вообще отсутствует у этой тачке я не знаю реально да управление тут просто вышел из чата реально и вот тут просто нет она про меня машина иногда просто прикол начинает заносить я не понимаю гидравлику опусти она из-за этого и прыгает подсказка чтобы ты мог выиграть еще есть еще есть шанс еще есть еще есть еще есть шансов олег все угомонить я не срезал нигде неправду конечно артемка я прям спинку дышу так что подожди сейчас пяточки твои по щекотим немножечко почеши мне спинку а не дыши в нее ай молодец и макс едет прям сзади зря а у меня тачка они нормально вот тут управляемость были анализа нахуй плюнуть тут очень опасна поворота вот тут просто нас тут на спорткарах реально тут очень тяжело я не могу обогнать но я не могу обогнать никакого обогнал нормально как заглохла ладно один балл олегов и хотя хотя не по последний круг да это последний круг не могу я могу разложить спокойно тут еще ты чё прикалываешься дай бог ты воду нет нет уже пужине 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 не разложишься не мужчина я просто понимали я был реально мне кажется там потому что у меня машина реально чуть не утонул я думаю что все это габела полнейшая но там реально вот буквально что-то реально повезло итак первое место у меня второе у максима и третье у артёма мы отправляемся на последнее финальное испытание ну что ж дамы и господа мы готовы приступить к финальному решающему испытанию который решит судьбу всех участников но точнее меня и максима да если уж быть точно и так ночью с вами первым делом выезжаем на шоссе едем направо в сторону контейнеров проезжаем красный мост вот здесь и донизу проезжаем вот карина вот здесь на площадку мы сворачиваем проезжаем поселок лесной а потом приезжаем гаражи высокого класса дальше заезжаем вот в этот поселок как бухаево далее как там называют буса едем прямо 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 здесь на соответственно съездим на кольцевом мы сами возвращаемся обратно в разомас и уже оттуда мы едем с вами до завода где у нас уже финиш ты взял и соответственно первых до приезжает тот и побеждает нужно готовы или не готова давайте на счет три раз два три макс мари первая какая вам жопа просто блядь у меня просто тасал давай давай разгоняю девочку кайф вообще понимаешь я тоже буду сейчас максималочку разгонять я щекак раздуплюсь мне подожди у меня в 8 до полна стоит в это в 8 или сколько там у нас но все должно быть в 10 я ебал в рот олег артём у тебя есть шанс хотя второй вид занять хотя бы так я просто hablando я зафейлил не много но ничего вот сейчас самое главное не подлететь нежадо путях потому что вы просто на вокзал завешать только на вокзал завиже вот проехала и скоро буду на это отрывается как будто мы не отдаляемся никак друг от друга тихо аккуратно здесь по тормозам здесь налево сворачиваем аккуратно заезжаем но зари он не отрывал прям реально по пятам я там переворачивал тормоза 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 пожалуйста потому что мы гнале уже конечно сейчас просто привычок сейчас просто пятую 10 передачу включаем просто летим поляк как на этой машине ездить-то ну ё-моё вот не дай бог сейчас кто-то на встречку видит просто не дай бог это произойдет просто не дай бог ты меня хотя бы не покидай ну не надо мне пока пока все обогнал да артем все ты просто да как можно было свернуть на пути так а нормально а здесь аккуратно олег максимум ехал я я без куда еду я не вижу я вообще ни разу не смотрел так я же здесь правильно еду по идее да не олег ты ошибся не 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 все правильно все правильно собрали но олег первый еще не факт сейчас реально вот сейчас предел города может произойти абсолютно все направо 8 я знаю я кстати проверил году у меня бензин закончится нет там еще 8 литров просто не про то прости пожалуйста про типа не прости прости простит извини все ауди ауди пожалуй самая лучшая машина самая лучше бы на уши марседеса просто давай просто немного осталось держать просто немного осталось дожать еще главное чтоб не крашен он уже на заводе главное чтобы откуда водить мотор не положили в заводе до аккуратно здесь аккуратно аккуратно только варзамас ехали да не может быть а я вот я вижу короче было бы больше прямиков я бы догнал сто процентов сто процентов я просто раз ехать максимально аккуратно чтобы не разложить сегодня первое место что у меня победу максима второе место артем занял сегодня три последних мест ну чтож огромного спасибо за просмотр этого ролика не забудьте нажимать кнопку лайка и подписываться на канал всем пока пока